Всем привет! Вы на канале FreeFamily и мы наконец-то начинаем нашу рубрику о переезде в Краснодар. И начнем мы, конечно же, с ролика о том, как мы продаем свою квартиру. Потому что квартиру мы решили продавать самостоятельно, без помощи риэлторов. И, возможно, кому-то информация будет полезна. На данный момент покупателя мы уже нашли через Авито. Он тоже пришел к нам без риэлтора, без агента, просто обычный человек, который хочет купить себе квартиру и не хочет переплачивать те же самые 40 тысячи рублей. И сейчас мы начинаем подготавливать документы на эту сделку. И смотрите роли дальше. Ну а, собственно, чтобы узнать список необходимых документов для оформления сделки, купли-продажи без риэлтора, мы пришли вот сюда вот, в МФЦ. По всем городам сейчас они есть абсолютно в каждом городе. Здесь, в Барнауле, их есть примерно 5-6 штук. Если нужно, могу написать вам адреса, где они есть. Мы пришли, которые находятся в торговом центре в Леснар. Но есть, оказывается, намного ближе к нашему дому, поэтому сделку мы будем оформлять там. И здесь сейчас просто попросим, чтобы нам сказали, какие документы нужно с собой принести. Чтобы не получилось так, что мы пришли оформлять сделку, а нам какой-то бумажки не хватает. Мне дали талончик на консультацию. Сейчас получу этот список и вам обо всем расскажу. В Алинке, кстати, тут тоже есть чем заняться. Нашли вот такой вот столик с карандашками и бумагой. И она у нас рисует. А мы ждем своей очереди. Очень удобно, что сделали такие заведения, где можно получить любую консультацию. Все в одном месте. В общем, полтора часа ожиданий нашей очереди для того, чтобы получить консультацию по поводу документов в МФЦ прошли. Мы успели проголодаться, покушать на футкорте. И что самое удобное, на футкорте, когда кушаешь, там вынесли телевизор, где видно твой номерочек. В общем, что вы узнали? Сейчас, на данный момент, крайне упрощена вся система заключений купли-продажи на недвижимость. Если у вас нет каких-то сложностей в документах. Ну, один собственный, да, как у нас на квартиру покупали, мы ее за наличный расчет. Нет никаких обраменений в плане задолженности по коммунальным услугам. Там еще по каким-то моментам у нас ничего этого нет. Поэтому мы можем вполне обойтись без риэлтора и сэкономить себе 40 тысяч рублей в бюджете. Как проходит вообще вся процедура, как нам объяснили. Мы приходим сюда, в день, в назначенный покупателем. Берем просто талончик, талончик на прием, на заключение всей этой сделки. Заранее мы должны уже подготовить договор купли-продажи. Мы можем сделать его самостоятельно, подготовить на компьютере, распечатать и подписать с покупателем. И продавцом. Но, как мне сказали в окошечке, в МФЦ, не факт, что такой документ потом примут у нас рост-реестр. А потому что там может не быть какого-то одного слова, какой-то одной фразы. И все, договор уже не пройдет. Придется готовить его повторно. И вся эта процедура затянется на какое-то время. Поэтому лучше заказать подготовку договора, его шаблона, образца здесь, платно, в дополнительных услугах. Данная услуга заключения, составление вот этого договора стоит 1000 рублей. Плюс можно доплатить еще 1000 рублей и оформить сделку без очередей, без талонов. Что нужно поместить с собой из документов? Из документов нужны только паспорта. Нужно свидетельство на квартиру, если оно есть. Уже не так давно совсем не выдают, поэтому не у всех оно есть. И в принципе больше ничего не нужно. По требованию покупателя может он попросить еще справку о том, что из квартиры все выписаны. Нет долгов по коммунальным услугам, но это уже если просит конкретно покупатель. Мы подготовим документы, просто чтобы они были, но нам этого не сложно. Также смотрите, вот как у нас ситуация стоит. У нас один собственник в квартире, это я, квартиру мы покупали в браке с Сережей. Поэтому он официально, да, не вписан у нас как собственник в квартире, но он ей является. Потому что квартира куплена в браке. Поэтому для того, чтобы разрешить сделку при продаже, необходимо от него согласие. Его оформляет в нотариус. Но сейчас в МПЦ мне сказали, что это делать не обязательно. Можно опять же сэкономить полторы-две тысячи рублей, ровно столько стоит это разрешение. Но уже можно просто вписать его как продавца, второго продавца в договоре купли-продажи. И все, это разрешение мне нужно. На этом в принципе все. Все намного проще, чем кажется. И да, в момент оформления сделки купли-продажи, прям в день, в день, в день, нужно будет заплатить госпошину две тысячи рублей. Ее платят всегда покупатели. Итого все оформление сделки занимает три-четыре тысячи рублей. Три тысячи рублей, если вы будете сидеть в очереди и ждать, ждать, когда вас вызовут. И четыре тысячи рублей, если вы не хотите ждать, и хотите пополнить все это в отдельном кабинете. В общем, обо всем будем еще рассказывать. На этом пока все. Пока-пока. Всем привет. Ну, из последнего видео прошло уже у нас, наверное, недели две. И сделка по продаже квартиры у нас состоится уже буквально через неделю. А значит, самое время подготовить оставшиеся документы, которые нужны для покупателя. Это справка о том, что по квартире нет задолженности по коммунальным услугам. И справка, что в квартире никто не прописан. К этому времени мы уже тоже выписали Сережу. Прописали его в деревне. Это делать нужно обязательно, потому что если человек нигде не прописан в течение 10 дней, то будет штраф. А думаю, штрафом никто не рад. Не скажу, какая сумма штрафа, но, как нам говорили, в районе двух тысяч рублей. Нам платить их неохота, даже тысячу рублей. Поэтому мы перестраховались и прописались в деревне у родителей заранее. Пришла я, значит, сегодня в ЖЭУ. И, как известно, в таких организациях ничего сразу не делается. С первого раза придется вернуться сюда еще. Потому что я пришла слишком рано. Пришла я где-то в 10 часов утра. А нужно было прийти к чату. Поэтому пойду по своим делам дальше. И обязательно вернусь сюда. И, знаете, хочу вам показать наше ЖЭУ. Потому что нас оно очень забавляет. Вот так выглядит наша управляющая компания. Не то, чтобы как она выглядит, а в каком здании она находится. Вот. Скажите, пожалуйста, у вас тоже такая же управляющая компания? Или только нам фортануло? Своё здание они могут в порядок привести. А что говорить про все остальные, так сказать? У нас, к сожалению, на канале отключили комментарии. Нет возможности писать комментарии к нашим видео. И это сделал Ютуб. Потому что у нас на канале много роликов с Полинкой. А если есть дети на канале, то комментарии автоматически отключаются. Во имя их защиты. Потому что в последнее время участились случаи оскорбления детей. Либо их склонения к каким-то неприятным вещам. Вот. Поэтому на канале у нас комментарии отключены. Но если вы хотите оставить нам комментарии. Поделиться своим мнением. Либо дать какой-то совет. Либо просто что-то написать. Лучше это делайте к нам у нас в инстаграме. На страничке. Ссылка на наш инстаграм есть в описании под видео. Всем привет! Ну и наконец-то наступил день Икс. Сегодня у нас назначена сделка. Мы сейчас находимся в нашей квартире. Вывезли уже все вещи. Все, что сейчас здесь есть, остается новым собственником квартиры. Заранее я уже, как и рассказывала, в предыдущий день. Я сходила в ЖЭУ, взяла справки о том, что у нас нет задолженности по коммунальным услугам. Эта справочка нужна, чтобы отдать ее, показать покупателям. Взяла справку о том, что из квартиры мы уже все выписаны. Справки сделали очень быстро. Единственное, там у всех этих людей в ЖЭУ есть определенное время, когда они работают. Поэтому лучше заранее это время уточнить, чтобы не получилось так, как у меня, ходить туда два раза. Все, ждем сейчас здесь покупателей, чтобы они еще раз посмотрели квартиру, да, что мы здесь оставляем и так далее. И вместе с ними уже едем в МФЦ для заключения сделки купли-продажи. Что бы мне хотелось рассказать? Давайте расскажу, почему мы продаем квартиру сами, без риэлторов, категорически. Ну, во-первых, я уже говорила, что у нас был опыт неудачного сотрудничества с агентством. Мы хотели продавать эту квартиру удаленно из Краснодара, когда у нас здесь жили квартиранты. Обещали, что сделают это быстро, но, к сожалению, не выполнили свои обязательства за три месяца, что мы с ними сотрудничали. У нас было всего лишь шесть показов этих квартир, и, как нам показалось, большинство из них были просто, ну, такие же какие-то риэлторы, да, которые смотрели квартиру не для покупки, а просто для какой-то информации. Поэтому мы просто потеряли время, да, дожидаясь, когда у нас закончится договор, потому что до окончания договора мы не могли продавать квартиру самостоятельно. Вот. После того, как договор закончился, мы выставили свое объявление на все возможные сайты по недвижимости города Барнаула. Это несложно. Сделали сами фотографии, потому что агентство сделало просто жуткие фотографии. Такое чувство, что они продавали не квартиру, а продавали наш кухонный гарнитур, наш диван и унитаз. Все, вот это вот только было у нас на фотографиях, которые сделало агентство. А мы же сделали, ну, нормальные фотографии квартиры, где было видно, какие комнаты, какого они размера там и так далее. Вот. И когда мы выставили объявление сами на все эти сайты, нам, конечно же, начали звонить другие риэлторы, предлагая свои услуги. Но мы так и не поняли, почему мы должны платить вот эти вот 40 тысяч рублей, которые берет агент за помощь в продаже, ему, почему это такая сумма и за что мы будем платить. Мы спрашивали у риэлторов, за что я вам буду платить. Он говорит, ну, я сделаю фотографии в вашей квартире, выложу объявление. Окей. Мы сами сделали фотографии, выложили объявление, написали описание какое-то. Он говорит, я буду сортировать, так сказать, звонки, поступающие по объявлению. Ну, я говорю, да мне это самое несложно, пусть звонят там, ну, как можно чаще, мне не напряг. Я буду показывать вашу квартиру всем желающим. Я тоже могу это делать, тем более я, мы с Сережей всегда практически дома находимся, потому что мы работаем дома, для нас это не проблема. Еще они обещают, что не будет какого-то проходного двора, что не будут ходить левые вот люди, как у нас ходили, да, с агентством недвижимости, риэлторы и другие. Но даже с агентством это было, и поэтому вот когда они вот это все обещают, это ни о чем не говорит. Они, конечно же, риэлторы помогают какие-то моменты такие организационные сделать, потому что для них это не новое, они знают, куда нужно пойти, там, в МФЦ, да, какие документы с собой привезти. Вот это все они помогают делать и дают какой-то список документов, которые необходимы для заключения сделки купли-продажи. Нам же в этом никто не помогал, мы узнавали все это сами через интернет, вот сходила я специально в МФЦ для этого, ничего сложного нет, тем более сейчас все настолько просто, что просто приходишь в МФЦ, при себе имеешь паспорт, свидетельство о регистрации, либо выписка из ЕГРН, и все, больше ничего не нужно. Поэтому за что платить риэлторам, я не понимаю. Да, возможно, это нужно делать, нанимать риэлтора, когда у тебя какая-то сложная продажа, когда в собственность вписан ребенок, да, несовершеннолетний до 14 лет, когда там есть какие-то, возможно, судебные разбирательства по квартире, там, муж, жена, бывший муж и так далее. Вот, тогда, возможно, и да, либо когда, я не знаю, есть какие-то обременения на квартире, ипотека или еще какие-то, возможно, тогда, да, это нужно. Но вот когда продажа вот такая обычная, я не понимаю, за что платить риэлторам. Покупать, конечно, сложнее квартиру, потому что там хочется, чтобы была какая-то уверенность, да, что квартира чистая, что не будет никаких сюрпризов после, вот. Но об этом мы тоже будем рассказывать, как мы будем покупать, сами с риэлтором или нет, поэтому смотрите ролики дальше, обо всем будем рассказывать. А пока рассказываем только о продаже данной квартиры. В общем, сделка пройдет, обязательно расскажем вам, что было дальше. Всем привет! Ну и, собственно, с последнего нашего видео прошло еще, наверное, недели полторы, может быть, две. И квартиру мы уже продали. Все, завершили все процессы. Бумажная волокита у нас закончилась. Закончилась она получением вот такой вот бумажки. Зарегистрированный договор купли-продажи о том, что мы продали свою квартиру. В договор, как я и говорила, мы с Сережей вписаны оба как продавцы, но есть нюанс. За составление такого договора, где мы вписали еще Сережу как продавца квартиры, нам пришлось доплатить 500 рублей. Об этом нас не предупредили, но вот как бы такой вот небольшой сюрприз. В любом случае это обойдется вам дешевле, чем делать доверенности от мужа, либо от жены на продажу. Потому что доверенность будет стоить в районе полутора тысяч рублей. Окей. Вот. Как все было? Мы пришли в МФЦ в назначенное время, в назначенный кабинет. Подали свои паспорта, свидетельство о регистрации квартиры на меня. Нам распечатали договор, подготовили его, дали еще какие-то бумажки, мы их подписали. И, собственно, все. Дали нам расписку о том, что документы у нас взяли. И сказали, что нужно будет прийти за вот этим вот договором купли-продажи, ну, где-то через неделю, через полторы. Там даты все были указаны тоже. Договор этот продавцу обязательно нужно забирать. Раньше я уже продавала недвижимость в Подмосковье, и этот договор не забирала. И из-за этого мне в течение, наверное, лет четырех начисляли налог за то имущество, которого по факту у меня уже не было. В налоговой доказать я этого не могла, потому что этого договора на руках у меня не было. Я его не забрала. Мне было неудобно это делать, потому что на тот момент мы уже жили в Барнауле. Вот. На этот раз договор мы дождались и забрали для того, чтобы не было потом сюрпризов в виде налогов, которые платить неохота. Если вы не хотите таких сюрпризов, то тоже не поленитесь и сходите, заберите договор. Вот. Единственное, у нас были небольшие сюрпризы. Когда мы оформляли договор купли-продажи, заключались они в том, что вот именно когда мы пришли, в МФЦ была настройка компьютеров, настройка либо перенастройка серверов, и нам пришлось очень долго сидеть и ждать, когда компьютеры наконец-таки заработают. В итоге мы и так и не дождались, когда они заработают в том отделении, где мы были, поэтому мы поехали просто в другое отделение, и нас там приняли без очередей, и все быстренько нам провернули. Вот. И, собственно, этим видео мы хотели показать, что вполне реально продать и купить квартиру без риэлторов, не тратя на это те же самые там 40 тысяч рублей, ровно столько они просят комиссию за совершение такой сделки. Мы продавали квартиру без риэлторов, ничего никому не платили, и наш покупатель покупал квартиру тоже без риэлторов, он просто пришел к нам и все, тоже никому не платил. В итоге ему вся процедура обошлась государственной регистрации купли-продажи в 3 тысячи рублей, 2 тысячи рублей, это была госпошлина за регистрацию имущества, наверное, либо что-то такое, и тысячи рублей он заплатил за платную услугу, что нас принимают без очередей. Мы же заплатили в свою очередь полторы тысячи рублей за составление этого договора. Вот и все, вот так вот можно здорово сэкономить деньги. Не уверена, что так можно провернуть сделку купли-продажи во всех городах, потому что в каждом городе есть свои какие-то нюансы. Вот даже мы сейчас уже находимся в Краснодаре, и здесь тоже мы ищем квартиру, которую мы будем покупать, и здесь в этом городе есть свои какие-то другие нюансы, которых не было в Барнауле. Об этом, обо всем мы тоже вам расскажем, но только в следующих роликах не пропускайте их. Подписывайтесь на наш канал, ставьте оповещения о новых роликах, и всем пока-пока!